Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Заместитель председателя комиссии Сейма по мандатам и этике Виталий Орлов у нас сегодня в студии из фракции Согласия. Добрый день. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, не знаю, насколько он добрый, наверное, и для парламента, я так понимаю, не очень приятные были события в эти последние два дня. Я имею в виду по поводу коллеги депутата Адамовича. Адамовича Сейм проголосовал за то, чтобы лишить его фактически иммунитета и можно было применить к нему вот эти меры криминального воздействия, предъявить обвинения. Вот, может быть, несколько слов об этом, потому что с одной стороны вроде понятно, что история некрасивая получается, с другой стороны многие считают, что сыр бор и за трех тысяч, ни в коем случае не оправдывая, естественно, самого депутата. У вас тоже, наверное, не так просто было принять решение. Да, тот случай, когда есть два взгляда на данное нарушение, это, во-первых, неопровержимо то, что он нарушил закон, я говорю о том, что он заправил машину, которая ему не принадлежит дважды, и, соответственно, закон нарушен, это факт. С другой стороны, это то, что оказывается службы, которые контролируют парламент, в течение восьми месяцев наблюдали за депутатом, и чтобы, скажем так, проверить, где он проживает, где он проживает, как он заправляется, это так и получается, что денег, которые были потрачены на доказательную базу, они несоизмеримы с теми тремя тысячами, которые предъявляются депутату Адамовичу. Хочу сказать еще раз, что действительно нарушения есть, это факт, но, может быть, скажем так, когда констатируется, что депутат что-то нарушает, в данном случае, проживание не по тому месту, где было задекларировано для получения компенсации, а на другой квартире, где жил его другой сын, надо было, наверное, просто провести какую-то беседу разъяснительную, и тогда не было бы этого дела, которое, скажем так, мы вчера рассматривали. И, ну, с другой стороны, непонятно, опять же, поведение депутата Адамовича, потому что в предыдущем созыве помнят, может быть, случай с Аскольдом Клявеньшем, который от зеленых крестьян, который заправлял, как заправлял, он находился на работе в парламенте, как сегодня, в четверг, принадленно заседание, а в это время, по его реквизитам, в Лепре заполняется машина, да, и что было констатировано, скажем так, сопоставляя по телефону местонахождение, сопоставляя с тем, где были залиты, эта самая видеокамера подтвердила, что вообще чужие люди это делали, и я не понимаю, как можно, скажем так, мы все учимся на чужих ошибках, да, и стараемся, скажем так, чтобы это не повторилось, и учитывая, что такой прецедент был в предыдущем парламенте, так поступить, скажем так, необдуманно, даже если это было сделано не специально, то я не могу понять позицию депутата Домовича, и поэтому единогласно, и даже он сам проголосовали за выдачу, и сегодня парламент проголосовал единогласно за выдачу, и у него есть вся возможность доказать в суде, что это была ошибка, потому что машина якобы принадлежит ему, но он ее не задекларировал, ну, это все он должен будет доказывать в суде. Ну, все это, в принципе, надо бросать общую тему на депутаты, ничего тут хорошее, на СИМ. Да, да, к сожалению, это тот случай, когда так называемая ложка дегтя опускается, не хочу сказать, что назвать с парламент бочкой меда, но такая, может быть, сравнение, она более такое, потому что один человек бросает тень на всех, и ты, вольно или невольно, встречаясь потом в других компаниях, это все переносится каким-то образом и на тебя. Вот вы там все, да. Вот вы там все такие, а мы даем такие вот поводы для того, чтобы, скажем так, нас упрекали. Ну, есть еще один момент, который, может быть, от вас, как, например, оппозиционного депутата, не зависит. Это решение, я так понимаю, руководства СИМ или правящей коалиции, перевести парламент на удаленку. С одной стороны, я знаю, что вы медики, вроде бы, должны приветствовать любую вот такие меры эпидемиологической безопасности. С другой стороны, наверное, и в парламенте можно было создать условия, когда депутаты бы продолжали работать вот все-таки в парламенте. Ну, если вот говорить о том, что мы с октября месяца перешли на удаленную, когда еще не было этих результатов заболевания, это вызвало, безусловно, такую определенную беспокойность депутатов от оппозиции. Почему? Потому что, во-первых, мы ждем новый бюджет, который придет в парламент. Все мы прекрасно видим, что ситуация с пандемией в Латвии используется иногда для того, чтобы для достижения каких-то политических целей или проведения определенных законопроектов. Потому что законы рассматриваются иногда в двух чтениях. На это дается 15 минут поправка, на 15 минут дается временная возможность подачи поправок, которые очень непросто подготовить в таком режиме. И правящие, которые договорились, собравшись за день, за два до этого в каком-то узком кругу, просто-напросто голосующая машина это продвигает и продвигает необходимое этому решение. И мы видим, что очень много все списывается на COVID. И эти скандалы о закупках, когда закупаются по дорогим ценам товары первой защиты, это время этой весенней волны, закупаются по таким ценам, от которых предприниматели, которые торгуют данным продуктом, удивлялись, как вообще такие цены можно продать. Потому что все, кто работал в этой сфере медицинской торговли, все знают уровень цен и понимают, что это было больше поводом, чтобы купить у кого-то по цене, не соответствующей, скажем так, рыночной. И, наверное, кто-то на этом зарабатывал. И вот перевод парламента сейчас на это мы считаем, что это для того, чтобы бюджет следующего года прошел так же без дебатов, чтобы его приняла голосующая машина. Журналисты не имели доступ к депутатам. Да, и все это было списано на то, что, вы знаете, мы живем, мы вот такая ситуация, мы должны заботиться о безопасности работников парламента и депутатов парламента. И поэтому отдаленно голосовое участие в голосовании и работе комиссий, это ухудшает качество принятых законопроектов. И если вопросы, которые не требуют дебатов, это логично и понятно, и это даже легко отдаленное голосование. Но там, где нужно высказаться, где нужно убедить парламентариев в неправильности принятых решений, эта система удаленного голосования, она идет во вред не только парламентской работе, а и принятие качественных законопроектов. Да, вот все-таки помятуя о том, что вы возглавляете под комиссию Сейма по здравоохранению, вот уже многие, наверное, и медики, и пациенты выражают такое опасение, как бы вот из-за этого ковида, из-за второй волны не закрыли плановую помощь. Мы помним, что фактически где-то полтора месяца, почти два, она была недоступна во время этого первой волны коронавируса, и образовались огромные очереди. Ясно, что состояние здоровья людей, которые нуждались в планах лечения, только ухудшалось. Ну и не только очереди, а когда больницы возобновили операции, стали приходить пациенты с запущенными формами. Вот я об этом и говорю. Что касается... То есть сегодня он еще может быть плановый, а потом он становится неотвоженным. Да, особенно это очень остро для онкологии, да, где диагноз поставленный нужный, мог быть, скажем так, раньше прооперирован. Прогноз лечения. Или начата химиотерапия, нежели, думая о здоровье пациента, была отдалена его возможность лечения. Вчера комиссия по социальным и трудовым отношениям рассматривала и этот вопрос, и мы получили подтверждение от Министерства здравоохранения, что сейчас все республиканские больницы и больницы, с которыми у службы госздоровья заключен договор, они будут, то есть, получив весенний опыт, они организовали работу таким образом, чтобы, соблюдая эпидемиологическую безопасность, пациенты могли получать плановую помощь. То есть мы вчера получили подтверждение, что такой есть настрой у службы госздоровья, у больниц, потому что они все-таки несли определенные убытки. Они не только получали одну двенадцатую часть финансирования, но обычно больница еще и каким-то образом зарабатывает, помимо государственного финансирования. И это было для них убыточно, и больницы настроены на то, чтобы оказывать помощь, и служба госздоровья, Министерства здравоохранения тоже, обеспечивая санитарную безопасность, люди должны получить помощь. И мой один знакомый сейчас находится на обследовании в Страдыне, как чернобылец, и когда я ему позвонил, сказал, что может быть там вечером, может быть, будет время съездим куда-то, он говорит, не-не-не, все по чипам, отделения закрыты. То есть действительно механизм, скажем так, защиты пациентов, ну, по крайней мере, с его слов, говорит, я после восьми часов не вернусь назад в больницу. То есть лучше не выходить, лучше мне пойти обследование, как чернобыльцу, полностью в больницу, не выходя никуда. Хотя время есть, но больница очень беспокоится из-за этих людей. Вы очень вовремя вспомнили о чернобыльцах, потому что я так понимаю, что вы готовите определенные инициативы по поводу чернобыльцев. Мы уже подготовили и подали Конституционный суд запрос, в основе которого лежит требование омбудсмена, которого Конституционный суд поддержал, что для пособий в Латвии нету ни методики их образования, величины этих пособий, ни какой-то плановости и нормативной базы. И учитывая, что эти Конституционный суд, который обязал парламент пересмотреть выплачиваемые пособия, омбудсмент забыл или, может быть, не посчитал нужным к этой категории переписать и декрета в Чернобыльской аварии. Мы взяли за основу требования омбудсмена, которые поддержал Конституционный суд, и переделали их на чернобыльцев, потому что действительно очень редко меняются пособия. Они выдаются, наверное, не выдаются, а размер пособий определяется интуитивно, вот сколько можем дать. Они исходят из ситуации, которая есть в стране, инфляции, удорожание услуг, появление новых услуг, которые необходимы для ликвидаторов Чернобыльской аварии. В 1985 год произошла трагедия. Этих людей, несмотря на то, что прошло, получается, сколько, 35 лет, да? 35 лет прошло. Этих людей в Латвии еще более 2000. Они живы, несмотря ни на полученную радиацию, ни на условия жизни. Слава Богу. Слава Богу, да. Помогать. И поэтому более-менее у них, не то, что более-менее, я считаю, даже на неплохом уровне, это у них медицинское обеспечение, это вот центры в Стадине, которые я упомянул, где вызываются чернобыльцы, и они в течение короткого времени проходят полностью, скажем так, диагностику своего организма и выписываются, зная состояние, параллельно, если что-то успевают, получают какие-то там эти процедуры. А вот дальше, дальше наступает эта проблема. Проблема, как записаться на реабилитацию в Янгкемии или Вайвере, как получить еще что-то, потому что везде стоят очереди, а выплачиваемые пособия, они не менялись уже более 6 лет, и это мы указали в подаче заявки в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд рассмотрел и вынес подобное, как нам хотелось бы, решение, которое касалось других пособий. Да. Ну, наверное, сейчас пока делают еще прогнозы о том, как это будет, какое движение этой жалобы в Конституцию. Да, здесь мы выполняли свою функцию, функцию парламентарьев, чьи поправки в закон не были поддержаны в предыдущие годы парламентом, но мы использовали другую возможность, это подача в Конституционный суд и признание несоответствия нормативных актов с определенной статьей с адвокатом. Вот мы знаем, что такую же возможность использовал омбудсмен по социальным вопросам, но связанных с пособиями, были решения Конституционного суда, но создается такое ощущение, что правящая коалиция, хотя и определенные изменения готовит в этой системе социальных пособий, и даже увеличивая, правда, незначительно размер социального пособия, но я так понимаю, что кардинальным образом система социальной помощи не улучшается, да? Здесь вот тот случай, когда министра благосостояния, кстати, очень интересно, это реагировало на решение Конституционного суда, она сказала, что она будет тот министр, который смог сделать для получателей пособий больше, чем все предыдущие министры. Интересный поворот. То есть, она, то, что заставил Конституционный суд пересмотреть и увеличить, она это переписывает себе как заслуга. То есть, где она была, ладно, ну не первый год, а второй год, когда был бюджет, когда она также могла сказать, что, вы знаете, первый год люди обычно входят в вопрос, суть вопроса, какое-то время надо на раскачку, желательно небольшое, а потом уже начинаются активные действия. Здесь же господин Петрович всем активно в Твиттере рассказывает, какой она хороший, какой она самый лучший министр за последние годы. И эта заслуга не ее, а омбудсмен, если так говорить. Ну, я бы не сказал бы, конечно, что незначительно, мне кажется, что для определенных групп это довольно-таки существенно, но там по 80, по 90 евро, то есть, то, чего на такие суммы не поднимались давно уже определенные пособия. Поэтому, поэтому, но нам бы хотелось бы, чтобы не только было увеличение пособия одноразовое, а чтобы была выработана методология, которая в связи с изменением ситуации на инфляционными процессами, какими-то внешними факторами, пересчитывала бы автоматически. То есть, эти люди не должны просить и обращаться к нам, пересмотреть. Это должно быть какая-то система, которая, скажем так, автоматически бы увеличивала увеличивала их каждый год. Опять же, чтобы пособие не превратилось для определенных групп у людей просто в источник их жизни и нежелание, скажем так, найти себя на трудовой поприще. Да. Вот не могу не спросить, может быть, мы так вот хаотичны, но тем не менее, учитывая все-таки специфику и комиссии по мандатам и этике, руководитель комиссии, госпожа Пакова, сказала, что вот скорее всего будет рассмотрено, ну, дело не дело, а вот сигналы по поводу действия господина Гобземса, который недавно даже призвал собирать средства маэстро Раймунд Пауэлсу. Маэстро сам ничего об этом не знал и сказал, что, слушайте, даже если я останусь без денег, я не буду к народу обращаться, чтобы мне собирали, как-то это совсем нехорошо. Вот это как бы один момент. При этом мы знаем, что Гобземс, это его право, как независимый депутат, он там собирает людей на улице. Есть здесь какие-то нарушения этики? Должен ли вообще парламент в этот политический процесс вмешиваться? Где здесь грань вот между политикой и этикой? Ну, действительно, этот самый орган комиссии по датам этики, это так называемый наш внутренний этот самый суд, который принимает решение, есть или нет нарушений этики в действиях данного конкретного депутата. если раньше членом комиссии это были люди с незапятнанной репутацией, потому что каждая фракция пыталась направить в эту комиссию людей, которые должны были принимать решения в отношении их депутатов, они должны были быть сами, как это говорят, святее Папы Римского, если такое высказывание. То сейчас, к сожалению, член комиссии, который работает в парламенте, этот созыв, мне кажется, что он не дотягивает до тех требований, которые предусматривает комиссия. Ну, вот представьте, у нас Камнич, который был в предыдущем созыве, рассмотрен на 6 или 8, даже разбился с счета, он в этом созыве был там с начала этого парламента. То есть, человек, который постоянно нарушал в предыдущем созыве, теперь стал судить других людей. То есть, это нонсенс. Камнич ушел из фракции КПВЛВ, согласно требованиям его заменили, пришел за кутистов, против которого ведется уголовное дело. А теперь Альдо Садамович, который знал, что против него ведутся, как говорится, оперативные действия, и, я думаю, наверное, знали и представители его фракции, они также его делегировали. То есть, получается, что, ну, как такой, не хочу сравнивать с какими-то криминальными этими самыми, но такой, какой-то вот воровской сход, да, который есть такие люди, которые пытаются других оценивать, что в коре неправильно, изначально не парламентарии не думали, что такие люди могут вообще работать в комиссии. Да, и поэтому я бы как-то в этот созыв бы не стал бы ее поднимать, эту планку нашей комиссии до того уровня, который был, наверное, там два-три созыва назад. Виталий Аров на студии, депутат Сейма, прервемся буквально на пару минут, короткая пауза, потом вернемся в студию. Микс Ньюс. Добрый день, еще раз, Виталий Орлов, депутат Сейма от фактически согласен. У нас сегодня в студии, ну, как мы знаем, политический процесс он такой многогранный. Мы говорили о том, что происходит в стенах парламента, потом говорили о разных таких протестных настроениях. Но вот сегодня был довольно интересный пикет, притом достаточно многочисленный. У нас сейчас, когда уже приходит больше, не знаю, пятидесяти человек, уже можем считать многочисленный, зная, что, в принципе, люди у нас не очень активны в этом плане. Вот сегодня тоже был пикет в связи вот с такой инициативой, которая через Манабаус ЛВ пришла. Может быть, несколько слов об этом. Я так понимаю, что хотят вот эти сторонники, вот те, кто участники акции, хотят, я так понимаю, чтобы легализовать вот эти однополые отношения. Как я понимаю? Давайте говорить смелее это самое. Да. Сегодня действительно в повестке дня парламента было голосование парламента о дальнейшем рассмотрении инициативы, особенно на портале Манабаус ЛВ, о легализации однополых браков. Фактически. Да. Значит, действительно было довольно-таки, ну, я могу сказать, что последний раз столько людей перед парламентом я видел, когда мы по животным запрещали использование животных в цирке. Да. Кажется, вот так только... Очень был громкий пикет. Да, очень громкий пикет. Вот, по-моему, сегодня было что-то соизмеримое. Это самое, то есть сторонников, сторонников или самих членов ЛГБТ-сообщества, их было довольно-таки действительно много. Они провели под стенами парламента где-то часа, ну, разведенное время, наверное, час, и продолжают стоять отдельные люди, которые обращаются к парламентариям с просьбой поддержать, скажем так, введение этого закона о регистрации гражданских браков. Ну, то есть фактически, если я правильно понимаю, чтобы нотариусы, ну, видимо, нотариусы, просто регистрировали отношения гомосексуальных пар. Да, значит, теперь, начиная, вот мои наблюдения сегодня показали то, что это были очень, это были молодые люди, это молодёжь, которая, как правило, достаточно организована, которая, как правило, молодёжи характерна безбашенность, которая желание достигнуть всего, это самое, и они, максимализм, да, такой юношеский, или юношеский максимализм, они пытались всячески убедить парламентариям поменять своё мнение, а комиссия по мандатам этики и заявления, большинство голосов было о том, чтобы эту инициативу отвергнуть, и она не получила дальнейшего охота. Могу сказать, что такие инициативы собираются с определённой периодичностью, потому что я в предыдущем парламенте, когда руководил комиссией по мандатам этики и заявлениям, смотрел схожую инициативу, её тогда внёс сейчас министр, а тогда просто гражданин Латвии, Юэй Спуца, да, и тогда она была отвергнута, прошло небольшое время, она опять в собранной подписи, она опять внесена в парламент. Ну, это тот вопрос, который, как правило, находится в свободном голосовании для парламентаев, потому что парламент является срезом общества, и там есть люди глубоко верующие, это характерно для католиков из Латгалии, это характерно для староверов, я говорю о верующих людях, для которых наличие такого закона неприемлемо, и они, я могу тяжело мне представить, чтобы эти, я знаю этих людей, депутатов, чтобы они могли проголосовать, чтобы поддержать такую инициативу. Здесь, наверное, безусловно, нужно искать какое-то, не хочу сказать, что решение, но мы понимаем, что такие люди есть, они… Нравится кому-то или нет, но они есть. И если у них есть какие-то проблемы, то, наверное, нужно пытаться решить эти проблемы. Вот, на мой взгляд, самое оптимальное – это имплементировать в отдельные законы. Вот, чтобы радиослушателям было понятно, я приведу пример. У нас есть закон о защите прав пациента. Значит, раньше только о состоянии больного мог получить только близкий родственник. То есть, заболела мама, так условно говоря, только сын мог прийти, и ему только могли рассказать. Или муж вот этой женщины. Да, соседка не могла прийти. Ну, возьмём ситуацию, я думаю, что радиослушатели знают такие ситуации, когда разругались вдрызг мать-сына, вот просто разругались вдрызг, и мать живёт уже с другим мужчиной, с которым это для неё близкий человек, и она попадает в больницу. То есть, безусловно, для неё этот мужчина является близким человеком, и он будет помогать. Но у него сынник никакой, да? Да, но тогда норма закона была такова, что он не мог получить эти данные. А сын просто не пойдёт. И получается, условно говоря, брошенный человек, которого ни заботы, ни интереса, может, какая-то помощь нужна. Я имею в виду, что разные бывают варианты. И это была одна из тех проблем, о которых говорили представители ЛГБТ-сообщества. И мы тогда взяли, вот, знаем, что есть такая проблема у них, есть проблема такая в обществе, и мы поменяли закон о защите прав пациента, и теперь любой человек, который живёт, допустим, в гражданском браке, мужчина, женщина, которые просто не зарегистрированы, они могут написать, что этот человек, я делегирую ему возможность узнать о моём здоровье. То есть, мы решили проблему не только этих представителей ЛГБТ-сообщества, мы решили проблему и других людей. Вот такой подход, мне кажется, наиболее правильным. Не выделять. Не выделять, да, потому что выделять людей мы идём против, допустим, часть депутатов идёт против своих каких-то убеждений, принципов, которые сформировались давно на каких-то традициях христианских. И, кстати, против Конституции, где сказано, что брак – это отношение мужчин к женщине. Да, и поэтому я считаю, что вот такое, исходя из ситуации, такое, мне кажется, самое правильное решение. И я об этом говорил, об этом говорил и тем сторонникам, которые есть в парламенте, что я понимаю, я врач, я по закону должен. Никого камня виза вкинуть не будешь? Да, я буду лечить любого человека, и у меня отношение ко всем должно быть одинаково. Но у меня есть какие-то свои личные убеждения, я понимаю их и пытаюсь им помочь найти такое решение. Какой-то компанистность, ты можешь сказать. Да, вот здесь я вот за такой подход, да, ну, посмотрим, что победит. Мне кажется, что если бы мы шли по такому пути, то я думаю, что мы могли бы удовлетворить, скажем так, тех людей, которые выходят и считают, что их каким-то образом где-то ограничивают, и в то же самое время не наступать на те ценности, на которых базируется большая, очень большая часть нашего общества. Перед тем, как мы перейдем, может быть, к очень важной теме бюджета, здравоохранения, все-таки важная тема не только для медиков, но и для всех жителей Латвии, все-таки такой вопрос, я так понимаю, что время от времени все ими ведутся дискуссии, они не могут не вестись, о том, как сейчас реагировать на COVID-19. Но одна есть концепция вернуться в чрезвычайную ситуацию, потому что, судя по цифрам, мы уже давно побили рекорды, которые были во время первой волны, и тогда казалось, что действительно Латвия такой оазис благополучия в этом плане. С другой стороны, мы, наверное, понимаем, что все время держать людей в заперти и вообще экономику добить будет еще хуже. Вот как найти этот баланс, прислушиваясь, конечно, к мнению эпидемиолога, все это понятно. Да, я помню сказать, что, во-первых, опыт, который получила страна, предприниматели, жители, которые получили мы в первую волну, я думаю, что мы должны его использовать. Понятно, что... То есть не закрываться полностью. Не закрываться полностью. И в то же самое время мы уже потеряли, как все говорят, туризм. Но я понимаю, что туризм восстановить будет несложно. Это офис и продажа путевок больших этих туропейатов. То есть здесь, наверное, не будет сложно. Но доходы от этой статьи мы потеряли. Мы потеряли доходы, да. Но у нас есть общепит, у нас есть другие эти самые, которые жили в сезон, и слава богу, что сезон летний, когда майский у нас закончилось все, лето, условно говоря, сентябрь, они более-менее пожили. Они более-менее пожили, да. И здесь, наверное, надо, если возвращаться, то возвращаться, может быть, к какой-то удаленности столиков, к определенной, скажем так, расположению. Это будет в интересах всех. Это будет в интересах людей, которые хотят... Повысить вот эту вот эпидемиологическую безопасность. Безопасность, да. Это будет и в интересах людей, которые все-таки хотят прийти и когда-то там покушать, да. Там вечерние ужины или выходные какие-то ужины, да. Это позволит сохранить предприятие. Это работа людей и возможность какой-то образом... Да, это не будут, наверное, те доходы, которые были, так называемые, сезонные туристические, но это будет, по крайней мере, возможность дожить до следующего года. И, по-моему, предприниматели уже, те, кто что-то производит, они как-то уже, по-моему, приспособились. Я знаю многих, что действительно говорят, что если вы себя плохо чувствуете, то оставайтесь дома. Мы все, кто отвечаем за коллег по работе, мы все отвечаем за членов семьи, поэтому я думаю, что опыт, который был получен первой волны, он позволит нам, скажем так, соблюдать. И мы все-таки, в какой-то мере, законопослушное это общество. И если вчера был первый день, когда ездили в масках, сегодня второй день, и понятно, что есть люди, которые едут без маски, но, насколько я понимаю, все-таки люди, им было сообщено, что было принято такое решение, и или в маске, и вы едете на транспорте, или сокращается количество этих самых, и вы не едете вообще. То есть я думаю, что будет найден этот баланс, безусловно, исходя из ситуации, как она будет развиваться, будет найден этот баланс, чтобы как можно меньше минимизировать, скажем так, потери бизнеса, и в то же самое время сохранить, скажем так, здоровье жителей Латвии. Да, вот говоря как раз о здоровье, бюджет страны на следующий год, видимо, скоро поступит и в парламент, на следующей неделе, во вторник кабинет министра его, видимо, одобрит. И там есть, конечно, раздел, что касается медицины, здравоохранения, какая есть информация, и что можно ожидать. Я так понял, что все-таки есть надежда, что на сей раз медики смогут получить вот то, что им обещали. Да, 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 да. Информация, какую мы получили из медицины здравоохранения, то, что 190 миллионов будет выделено дополнительных средств, это самое не то же там одну девять десяток части это пойдет на учение заработной платы, на другие нужды, там, к сожалению, сумма очень маленькая, при том, что министерство здравоохранения просило 400 миллионов дополнительных денег, а получило только 190, значит, получается, она получила в два раза меньше тем, что просила. Да, мы можем порадоваться за медиков, за то, что они получат обещанную прибавку, но на задание комиссии мы поднимали вопросы, что мы заинтересованы не только в том, чтобы медики получали увеличение заработной платы, а чтобы за эту увеличенную зарплату мы получали еще какую-то прибавочную стоимость. То есть, каким образом будет контролироваться это будет поставлено в тариф, это будет просто увеличена зарплата, или за зарплату мы, а мы все и парламентария и общество ждем от медиков, скажем так, улучшения их работы, связанной и с обслуживанием пациентов, и будут ли новые, скажем так, требования у семейных врачей, и т.д. Но ответ мы получили следующее, что опять же, вот этот ковид, который позволяет ссылаться на него и объяснять, почему ничего не делается. То, что этот год будет просто увеличение, требования новых семейных, у семейных врачей не появятся, допустим, критерии качества, по которым будет определяться, скажем так, работа врача, и за что он получил эту увеличенную, эту самую, надобавку к зарплате. То есть, этого нету, и это вот еще раз говорит о том, что и обращение омбудсменда в суд, а то, что нету системности в работе министерств. То есть, просто увеличение денег это путь в никуда, за дополнительное финансирование мы должны дополнительно спрашивать. И я думаю, если меня слушают эти самые представители частного бизнеса, если они повышают кому-то зарплату или что-то, куда-то вкладывают деньги, они, безусловно, хотят получить оттуда добавленную, прибавленную стоимость, и просто так деньги инвестировать не будут. Мы хотим то же самое, чтобы было у государства. То есть, да, деньги нужны, врачам нужны деньги, но мы хотим, чтобы за эти деньги пациент уже получил от врача нечто большее, чем то, что было до сих пор. Это, кстати, очень правильно, потому что, с одной стороны, ясно, что медики должны получать достойную заработную плату, с другой стороны, мы понимаем, что и пациентам должна быть доступность медицинской помощи не на бумаге, что есть некие квоты, но они уже использованы в сентябре, поэтому ждите января, февраля, март. И это замкнутый круг получается. Замкнутый круг получается, и получается, что сейчас довольны медики, но пациенты остаются на том же самом уровне. Кстати, и министр сама признала. Да, денег на увеличение, на обследование, на инновативные препараты, которые ждут банкологические больные, этих денег нет. Нету. То есть, врач, я рад, что врачи добились своего, и мы не слышим этих ни протестов, не получаем писем от общества врачей Латвии, от профсоюза медработников. Не грозят больше нам забастовкой. Не грозят забастовкой, да. Но мы являемся в то же самое время и пациентами. Мы хотим, чтобы развивалась система здравоохранения не рывками какими-то определенной отрасли, а чтобы она шла вся вперед, постепенно, да, шла вперед. Да. Это правда. Может быть, еще один, я смотрю, что у нас есть пару минут, мы успеем принять на звонок. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. А вот такой вопрос про коронавирус. Наверняка вы тоже слышали историю, как вот в Литве, я просто ни одного человека это слышал, как в Литве говорят, вот человек умер, пожилой, и чтобы тело быстрее забрали, там, как-то исследовали, подпишите бумагу, что он умер от коронавируса. Не подскажете, как у нас вот в Латвии, как вообще статистика считает, вот у нас 40 умерших, они считают как, умер от коронавируса или умер с коронавирусом или всех местных, да? Например, поставить человека, который первый у нас, я не ошибаюсь, умер, был там дедушка 90 с чем-то лет, да? Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, когда была первая волна, мы замечали, что в разных странах существует своя система подсчета умерших от коронавируса. У нас, умершим от коронавируса, считается тот, у кого поставлен диагноз коронавируса. Независимость от других сопутствующих заболеваний. Ну, я, конечно, согласен с тем, что 93-летний дедушка, скорее всего, умер от недостаточно сердечной или сердечно-люгочной достаточности, а коронавирус был тем механизмом, который запустил обострение болезни, да, но у нас считается... Ускорил процесс. Ускорил процесс, да. Ну, это могло, наверное, на месте коронавируса мог быть грипп, могло быть другое это самое заболевание, да, но у нас считаются только те, где был поставлен диагноз коронавирус. То есть, тогда фактически независимость от других заболеваний. Да, и поэтому, когда мы смотрим статистику умерших коронавирусов в разных странах, действительно, она больше такая, ее не нужно брать, вот, скажем так, один к одному, потому что в разных странах своя система подсчета умерших от коронавируса. Поэтому здесь лучше всеми говорим, мы должны быть думающими людьми, а не просто верующими какими-то цифрами мы должны пытаться их анализировать. Это то, что в нашем системе образования пожелать, чтобы она готовила думающих людей. Это правда. Ну, и, наверное, все мы должны надеяться, что все-таки вакцина появится, потому что без этого, наверное, будет сложно. Мы видим, что происходит. Вторая волна, видимо, третья будет и так далее. Вакцина уже есть. Вопрос. Хотелось бы, чтобы появилась бы вакцина европейская, потому что мне бы очень не хотелось бы, чтобы из-за политических каких-то моментов, мы не покупали у стран, которых не считаем доброжелательными для себя. В то же самое время нам предлагают возможность купить вакцину, которая показала себя где-то уже положительно, а мы не возьмем, потому что нет нашей европейской, а в это время стоит вопрос о жизни людей. Это правда. Виталий Орлов у нас был в студии. Спасибо большое. Спасибо, и не болейте, пожалуйста. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо.